С добрым утром! Сегодня понедельник, и мы опять идем в школу. Перейдем у нас в последнюю неделю учебы, и все, и со школы будет покончено. Смотрите, как собак много. Ой, еще одна. Если честно, хотелось бы немножко пояснить, почему я сейчас думаю, почему я не в школе. Вроде бы я туда пошла. Да, сегодня понедельник, и так получилось, что в понедельник у меня первые два урока — это две математики профильные, по которым я, собственно говоря, сдаю экзамен. Затем у меня идут две физики и две литературы. И как бы я такой человек, который, если не видит абсолютного смысла в том, чтобы идти, или, может быть, даже видит в чем-то вред это для себя, то он этого не делает. И в данном случае я считаю то, что физика и литература — это не то, что мне сейчас нужно. И вместо этого я пришла домой, и я решала математику. Нам задали два варианта, которые нужно решить до завтра. Я считаю это более целесообразным. Вот это вот проведенное мною время. Я понимаю, что некоторые могут со мной не согласиться, и я абсолютно это понимаю. Я оцениваю ту ответственность, которую я несу при вот этом своем решении. Я ни в коем случае никому не говорю так делать, и, наоборот, не советую. Если лучше, как бы, ходите на уроки как надо, потому что могут возникнуть проблемы. Я тоже это понимаю. Я понимаю то, что на меня могут как-то, может быть, наехать или еще что-то в этом роде. Но, знаете, вот я сейчас просидела два с половиной часа, решала математику, и я ни на секунду не пожалела, то, что это время я потратила именно на это, а не на то, чтобы сидеть, например, на физике на последнем уроке, или же на литературе, на которой не пойми вообще, что происходит. Вот. У нас, конечно, хороший учениц по литературе, я не спорю, но... Как бы... Я знаю, что я могу прочитать несколько рассказов, например, небольших перед экзаменом по тому же русскому языку, и они будут мне полезнее, чем вот я сейчас просижу там просто пару, и, можно сказать, ничего оттуда не унесу. Конечно, это зависит от меня, но... Вот так вот. И я просто хотела это все сказать, потому что, вот... Ну, извините, какая есть. И сейчас я... Приготовила себе вкуснятку. И сейчас это все посыплюсь шоколадами, тут еще варенье и вкуснятина. А, и, кстати, еще одна причина. В общем, сейчас я пойду в школу, у меня еще общество знаний, и у меня будет лекция на три часа. И понимаете, что это такое отучиться шесть уроков, и потом еще три часа сидеть на лекции? Именно той, которая тебе нужна и которая тебе пригодится. Это еще одна причина для того, чтобы сейчас пойти на лекцию со свежей головой и еще уметь, смочь что-то соображать. Так что... Оправдалось, как говорится. Привет, сочинение по праву. Ну, пока все остальное. У меня заложен нос, я никакая. Я хочу спать. Время заполнять ежедневник. Показать, у меня будет достаточно времени, чтобы заполнить, может быть, то, даже не показать им какое-то красивое оформление, но пока что это идеальный вариант, потому что тут не нужно ничего рисовать. Ты просто берешь и записываешь, чтобы ничего не забыть. Это реально экономит очень время и просто без заморочек, в сути. Как мне этого не хватало? Минимализм, идеализм. Все под контроль. Почти. Нереально. Я вздумалась о том, что экзамены просто подламывают мое здоровье. Мой иммунитет, мне кажется, просто вот на самом деле. Знаете, на донышке говорится. Это жутко уж не актуально. Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу домой. Я только оттуда вышла. Но я хочу обратно. Ну что, стоит рассказать, наверное, почему я дома опять. Я отсидела в школе 4 урока и поняла, что больше я не в состоянии сидеть в школе. Я вообще... У меня из носа просто, извините меня, если кто-то ест, как из ведра льет. Просто у меня глаза все слезятся. Вообще, потому что, я не знаю, если вы не носите линзы, то вы, наверное, и не знаете, то, что при болезни линзы желательно не надевать, так как на них скапливаются бактерии и все такое. Вот. И, ну, у меня сейчас линзы, они как бы уже, получается, я месяц их ношу, и я их поболею немножко, выздоровлю и сниму, чтобы следующие уже были чистые. Ну, без бактерий вредных таких, чтобы прям, в общем, не заморачивайтесь. Вот. Я сейчас сижу, решаю математику, а мои сейчас сидят в школе на истории. И в четверг у нас ВПР по истории, и на него настолько пофиг, если честно, потому что, ну, это никак не сыграет, никак не повлияет, и у нас экзамены меньше, чем через месяц, и нам совсем не до этого, блин, будем честными. И я купила какую-то себе непонятную розовую жидкость. На вкус очень даже ничего, это какая-то, знаете, какая-то жужжа единорогов. Я не знаю, может, это болезнь так на меня влияет, но у меня уже какие-то единороги. Вот. Не знаю, что и делать-то. Как быстро выздороветь? Купили еще какие-то таблетки. Нам сказали, типа, пейте, и все нормально, как бы, поправитесь. Ну, я надеюсь, купила еще себе глицинчика. Я, наверное, в жизни не пила столько таблеток одновременно. Знаете, еще вчера у нас была лекция, и там профессор, получается, я думаю, профессор, учитель, не знаю, ну, из высшей школы экономики, в общем, мужчина. Вот. И он говорит то, что экзамен — это не столько, вот сколько с вас будет спрашивать именно по знаниям и так далее. Это то, способны ли вы выдержать настолько стрессовую ситуацию. способны ли вы справиться с этой жизнью и с такими огромными стрессами. И я просто поняла, насколько вот это просто правда. И у меня, знаете, сразу такой, чёрт, походу, я не способна справиться с этой жизнью. Потому что мой организм, видимо, не способ вообще. Не знаю. Уже всё, уже финиш. У нас же в эту пятницу, уже через пару дней, будет выпускной, и сливки нотца, и... И всё закончится. Этот этап в моей жизни реально подходит к концу. Серьёзно, это очень странно. Если вы такое переживали, то вы меня понимаете. Я продолжаю пить эту волшебную жидкость единорогов для того, чтобы вылечиться. Я продолжаю пить эту волшебную жидкость. Я continuаю вчера постоянно помогая. В driven- rahat. Я продолжаю işte. Я горючусь. Я역 дима. ene. В spark, верное мое дима. Субтитрыliche реки. Меня зовут Сергей. Я perfectly улейсе! В доброе 먹고, пусть away не свゃлеBLE? Уже стоит не заewёл, но entferнику. Это только этим видео я мелоч橇. Хочу немножко рассказать о сегодняшнем дне. Сегодня я осталась дома, так как не очень хорошо себя чувствую, я решила немножко подлечиться, чтобы лучше себя потом чувствовать, собственно говоря, и не мучиться в школе. Вот, и я уже успела сходить в школу, как бы это удивительно не звучало, потому что мне нужно было сдать зачёт по... ну, снизачёт по-английскому сдала я его. Я надеялась, что я его сдам лучше, но я его сдала чуть-чуть хуже. Это просто... ну, это моя вина, окей, я понимаю. Там даже не столько непонимания, сколько... какая-то немножко невнимательность. Плюс то, что мне заложен нос, и мне некомфортно, я не могу. Вот это моя проблема, то, что я ничего не могу делать. У меня нос заложен, мозг включается. Мне холодно, мозг включается, вот. А-а-а! Почему я так зависима от внешней среды? Вот, сейчас я снова буду кушать, и потом уже пойду к репетитору. Вот. На сегодня планов больше нету, ведь школу, может, посижу, порешаю ЕГЭ. Вот. Сегодня сделала вам ещё видео с утра. Тоже такая я молодец. Не знаю, пойду я завтра в школу или нет. Пока что ещё думаю об этом. Ну, это всё. Снете закончилось. Это был патриотизм. Кто привет к вам? Единая Россия. Вот тут. Правду говорю, видите, чихает. Ха-ха. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok